Привет! На просторах интернета есть много творческих видео. Одни сняты для того, чтобы поделиться своим опытом, другие в первую очередь, чтобы набрать много просмотров и монетизировать это все. И именно второй тип видео мы с вами будем сегодня внимательно рассматривать и разбирать. Это новый для меня формат, и мне важно понимать, интересно вам вообще такое смотреть или нет. Поэтому жду ваше мнение в комментариях. Считаю нужным также отметить, что в этом видео я высказываю лишь свое собственное мнение на основе увиденного. Буду размышлять, опираясь на свой опыт и пробовать идеи в действии. Интересно также будет внимательно посмотреть на то, как это все снято и сколько там магии монтажа. В серии подобных видео я очень хочу помочь вам расширить ваше видение творческих роликов, возможно дать какие-то знания, ну и как минимум сделать так, чтобы ни у кого больше не возникало желания обмазывать цементом листья капусты. И я уверена, у меня получится научить вас смотреть эти видео. Дальше вы поймете, о чем я говорю. Видео от таких контент-ферм, как Трум-Трум, Пятимутный Крафт и подобных, порой могут содержать даже опасные советы. И в рамках кулинарии подобные видео разбивает просто в пух и прах Эн Ридден. Оставлю ссылку в описании на нее. Именно она год назад вдохновила меня на съемку подобных видео. Но я все как-то откладывала это. И еще сразу во вступлении скажу, что я на данный момент знаю лишь один канал, где я не заметила пока ни единой магии монтажа, точнее это аккаунт в инстаграме, Си Ченел. Можете не скидывать мне оттуда видео, потому что я очень давно на него подписана. В качестве примера на сегодня я взяла первое видео по запросу Epoxy Resin Hacks. Ложка сгибается и заливается смолой. Первый слой тут очевидно уже застыл, а точнее его засушили, потому что белая смола не вливается в него, а растекается по поверхности. Добавляется поталь, ага, и сушится лампой. То есть на первой же минуте видео, которое вроде как про эпоксидную смолу, у нас встречается уэф-смола, и этот факт капитально вводит в заблуждение всех тех, кто совершенно не знаком с этими двумя материалами, либо только начинает свое знакомство. И потом мне в комментариях советуют сушить эпоксидку лампой, потому что это же быстрее, но нет, это так не работает. Есть два вида смолы. Двухкомпонентная, эпоксидная, которая долго застывает после того, как два этих компонента смешаются, и уэф-смола это совершенно другой материал, который быстро застывает от уэф-света. А после лампы вот такая ложка магическим образом превратилась в совершенно другую. Чтобы попробовать сделать, да, я решила сделать такое, я купила три ложки. Согнуть прям так же у меня не получилось даже с помощью плоскогубцев. Видимо, просто толщий материал. Беру уэф-смолу, окрашиваю ее и заливаю в ложку. Как видите, уэф-смола застывает довольно неровно, если просто ее налить. Я сделала второй слой. Фиксирую фонариком до того момента, когда ложку можно будет уже наклонить, и смола не будет стекать. И убираю ее в лампу, чтобы там она сама уже досушивалась порядка 10 минут. Но вот в чем подвох. Уэф-смола бывает отлично прилипает к поверхности, так что не отдерешь, а бывает нет. Здесь еще до того, как убрать ложку в лампу, я заметила, что смола уже начала отходить от ложки. Я думаю, что это связано с тем, что уэф-смола сжимается во время полимеризации. То есть, например, вот ложка, вот смола. Смола сжалась, и поэтому тут вот и отошла. При этом я попыталась отодрать это все полностью, и часть из смолы так и не отклеилась, хотя усилия я прилагала много. Но вид такая щель явно портит. Эпоксидная смола так точно не сделает. Я взяла несогнутую ложку, потому что ее удобно и фиксировать для заливки, и стала заливать. Когда смола подзагустела, я добавила еще немного капель, чтобы сформировать небольшой купол, и добавила блесток. Это же типа космос. Такая вот разница между уэф-смолой и эпоксидной. Но есть еще один вопрос. А зачем вообще эта вещь нужна? Это явно не закладка, держать страницы, ну, только если очень сильный ветер, а у вас одна рука в печенье, и второй у вас не получается удержать книгу, не знаю для чего еще. Помимо того, что в видео про эпоксидку засунули в эф-смолу, здесь же показали еще и ветраль. Это третий, другой материал. Я с ветралью не работала, а вот у токсичной русалки есть несколько очень хороших видео на эту тему. Одно могу сказать точно. Эпоксидка не обладает таким поверхностным натяжением, наверное, это оно. Она не будет так держаться, как здесь это показано. Она стечет в две капли или в одну, и пока 48 или 24 часа будет застывать, эти капли еще и вниз будут стекать, поэтому это будут сплошные подтеки капель. Что касается браслетов, с этими мармеладными медведями в смоле явно ничего не будет. Но меня больше беспокоит тот факт, что здесь все так легко показано. Залили, достали, надели. Ну, посмотрите на этот острый край. Эпоксидная смола имеет свойство усаживаться, из-за чего образуется вот этот острый край. Я резалась, такие края, ну, за последние полгода два раза минимум, и не вспомню сейчас сколько раз до этого, за те, сколько лет я уже с смолой работаю. Я резалась, когда обрабатывала ромбы. Дельту, это я узнала название этой фигуры благодаря вам. И в видео про кинжал я даже сказала, что я порезалась. Это серьезно. Подобный край обязательно требует шлифовки хотя бы, я уж не говорю о полировке. В следующем кусочке есть магия монтажа, которая позволяет снять реально красиво. Смотрите. Заливается кулон, и мы видим это снизу. А потом кулон достается из силиконовой формы, у которой дно явно не такое прозрачное, чтобы мы так хорошо могли это видеть. А все потому, что в первом кадре дно было вырезано, и это снималось через стекло. И нам показывают две разных работы. Это можно заметить по положению цветов и по наличию отверстия. Но проблем не в этом. Я это нисколько не осуждаю. И это действительно, этот прием действительно позволяет снять красиво, и порой это того стоит. Но написано эпокси, и при этом заливают из тюбика УФ-смолу. Такой вот носик там черный, видите? И потом это сушат лампой. Ну почему нельзя написать сразу UV-рэйзинг или УФ-смола? Зачем этот лишний обман, который путает людей? Негодую. Следующее видео я стала проверять, и мои предположения разошлись с реальностью, что для себя я тоже считаю хорошим опытом. Но сначала про то, как все это снято. Смотрите. Заливаются бисеры-бусины, и на этом кадре они у них явно куда-то поплыли, а потому что за счет чего легким пластиковым бусинкам держаться на месте. А потом это явно новый дубль, и бусинки, очевидно, чем-то скрепили все вместе, потому что, смотрите, они синхронно начинают двигаться от того, что их заливают. Только мне не очень понятно, чем заливают. Меня очень смущают вот эти пузыри, которые как от масла, и здесь разводы, словно это отвердитель, наливают в эпоксидку. Я более чем уверена, что это наливается даже не в эф-смола, и это, наверное, уже что-то из разряда секретов фото-видеосъемки, точно так же, как в случае с едой, когда там вместо сливок или сметаны используются вовсе не настоящие продукты. Засушили, типа. А дальше почему оно вдруг матовое стало? Потому что шлифанули острые края, которые образовались от того, что смола усела, или почему? И почему это не показали секундным кадром? Потому что это очень грязно и очень сложно, и может отпугнуть людей от того, чтобы это повторить, или... Ну, зачем? Чтобы не полировать, действительно, можно покрыть все изделие еще одним слоем смолы, но вот только не кисточкой, потому что с кисточкой придется распрощаться. Я сейчас монтирую и поняла, что я забыла рассказать, о чем у меня разошлись ожидания с реальностью. Я попробовала это сделать. Я насыпала довольно большое количество бисера в силиконовую форму. Специально взяла розовую, чтобы уэф-свет проходил хуже, чем через прозрачную. И по моим предположениям, из-за довольно толстого слоя бисера, уэф-свет не должен был пройти на дно формы, и смола, как мне казалось, там не засохнет, не застынет. И тем не менее, к моему удивлению, лист действительно удался. Так что в целом такая схема работает. Что касается этого резинарта, да, действительно, эпоксидка, фен, ну и так, правда, можно сделать. Давайте дальше. Смола окрашивается, и кто внимательно смотрит мое видео, должен узнать, что это за краситель. Смотрите на эти разводы. Такие нововерхности дают только спиртовые чернила. Ими действительно можно просто окрасить эпоксидку. И тут добавили куда больше двух капель, ну, вырезали этот фрагмент. И в смолу тоже спиртовыми чернилами можно окрашивать. Да, опять у нас эта смола в видео про эпоксидку. Эпоксидная смола никогда не будет в тюбике, потому что, как я уже сказала, там есть смола и отвердитель, который нужно смешать, чтобы это вещество застыло. И если их уж смешать, то так или иначе, спустя 8, 24, 48, в зависимости от смолы, это застынет, поэтому это нет смысла держать в тюбике. Везде, где вы видите тюбик, это у эф-смола. У меня были сомнения по поводу того, что кристаллы так красиво сами вдруг приклеются, поэтому я решила это тоже попробовать. Вместо кольца я взяла форму пуговицы, потому что форма колец у меня на даче. Ну а пуговицы по форме похожи. Уэф-смола, спиртовые чернила. Думала взять сначала вот такие кристаллики, но они не пропустят уэф-свет, поэтому сравнение будет нечестным. Так что беру вот такие. Заливаю пуговицу, фиксирую фонарем, а потом досушиваю в лампе. Можно пользоваться чем-то одним. Либо долго-долго сушить фонарем, либо сразу все отправлять в лампу. И фиксировать лампой, снимая ее дно, например. Но я все отправляю в лампу, и оно там само сушится, мне так удобно. Наношу смолу, как в видео, только она у меня стала немного стекать очень быстро, и я постаралась как может скорее опустить это все в миску с кристаллами, после чего зафиксировала. И к моему удивлению, кристаллы действительно очень плотно налипли и хорошо закрепились. Не считая подтека смолы, так что тут нужно на него обратить внимание. Так что либо здесь нужно действовать очень быстро, либо просто за несколько раз нарастить эту кристальную шапку. Залили искусственные цветочки с гирляндой. Гирлянда торчала тут вот сверху. А вот при извлечении произошла магия. Скорее всего, потому что если за один раз заливать такой объем, во-первых, весь декор всплывет, уплывет, поплывет, и будет где угодно, но не там, где вам это нужно. А во-вторых, такой объем нельзя заливать абы какой смолой. Именно по этой причине я все большие работы заливаю послойно. Тут получается, судя по рукам вокруг этого сердечка, потому что там и в высоту, и в ширину явно больше 3-4 сантиметров. И по сути для таких заливок нужно брать уже смолу для заливки столешниц, потому что она предназначена для крупных заливок. Здесь же, если взять ювелирную смолу, например, если это хорошая, правильная ювелирная смола, которая чуть быстрее застывает, либо чуть медленнее, но при этом прозрачная, там же этих смол сейчас сделали столько формул. Получается, если ее собрать в одном месте в таком количестве, она просто может начать вскипать, очень сильно нагреваться, вплоть до того, что пойдет пар, и весь сгусток этот покроется бесчисленным количеством мелких и крупных пузырей, и это может быть опасно. Я единственный раз с этим сталкивалась, пока не знала еще этого. У меня вскипела форма кристалла вот такая вот. Я не снимала это на видео, потому что готовилась тогда к мастер-классу. Это было года два-три назад. Это вот я вернулась из Франции как раз. И даже я в тот момент, учитывая, сколько опыта у меня со смолой, я тогда испугалась. Если вы заливаете большие, но плоские формы, например, это часы, подстаканники, всякие подносы, там ничего страшного, потому что смола растекается, и в высоту нету вот этого вот объема. Тут же, если вы хотите залить за один раз, например, сделать в Супер Петре, нужен осознанный выбор смолы, или просто заливайте послойно, и декором скрывайте факт наличия у вас слоев. Точно так же, как я сделала вот в этом месяце, где за счет вот этой пленки я как раз-таки и скрыла слои, благодаря ей слоев не видно, и плюс весь вот этот вот декор в большом количестве, он помогает разграничить смолу, она не контактирует в таком количестве друг с другом. Ну, я надеюсь, вы поняли мою мысль. Здесь же по итогу мы видим совершенно другую заливку. Цветы все так же смотрят на нас, но появились огоньки на переднем плане, а поверхность, ну, просто поразительно гладкая. У меня есть подобная форма, я покажу вам отрывок из своего будущего видео, которое в процессе съемок сейчас. Маленькое сердечко, оно уже залито, и смотрите, цветок сейчас ножкой к вам, а вот если его достать, то тут неровный край, а спереди все гладко, и цветок смотрит на вас. И если укладывать цветы вот так вот, то здесь по периметру над ними будет этот самый неровный край. И вот он тут у них внизу. Зачем путать людей? А чтобы снять этот кадр, просто новую заливку вложили внутрь глянцевой стороны наверх, и еще и прорезь для провода пришлось сделать. Пуговицы. Заливается так, что отверстий нет. Их нужно либо специально сверлить, либо прокалывать, чтобы пришить. Такая силиконовая форма предназначена в первую очередь для шоколада или мастики, потому что там не принципиально наличие прям непосредственно отверстий. Для смолы же лучше брать форму с высокими чопиками вот этими вот, как я использовала вот в этом видео, или вот такую. Тут действительно залили, вынули, пришили. В этом видео пытались сделать работу с эффектом Петри. И, кстати, обратите внимание на чернила. Кажется, авторы этого видео наши соотечественники. Только получилось не очень, и белый пигмент не особо выполнил свою роль, судя по этим точкам. Поэтому получились просто симпатичные разводы. Что касается перьев для сережек, мне не очень нравится идея покрывать их смолой, потому что они от этого выглядят мокрыми. И в сережках лично мне больше нравятся просто перья, которые выглядят естественнее, воздушнее и интереснее. Да, менее износостойкие, но со смолой... не на мой вкус это. Плюс их покрывают кисточкой, и с кисточкой можно попрощаться, если это эпоксидка. И куда лучше использовать подобные силиконовые инструменты. После застывания смолу с них можно будет спокойно снять. И еще мне совершенно не нравится, как они показывают, что пальцем без перчаток держат там, где, ну, судя по видео, только что намазали смолой. Хотя потом мы понимаем, что это магия монтажа, и они сделали лишь дополнительный мазок, чтобы снять этот кадр. Но человек, который в один из первых разов смотрит подобный видос, может об этом не думать. Точно так же, как и может не думать о том, как он будет потом эту смолу отмывать со своих рук. А это уже может быть опасно, потому что потом он пойдет есть, и это может попасть к нему в организм. И это все серьезно. Тут вы можете мне сказать, что я же тоже работаю без перчаток на видео со смолой. Да, но я никогда не показываю, как я пальцем трогаю смолу там, где только что намазала. И я уже объясняла, почему я работаю без перчаток. И потом в видео про съемку видео я еще раз подробно это покажу, скажу почему. И последние разы, и все время теперь я подписываю, что работать нужно со средствами защиты. Такая штука вполне возможна, что касается стаканчика. Но смотрите, как криво тут застыла смола. В данном случае лучше брать эпоксидную, как это и написано в названии, а не в эфи смолу. Если уж дужки так надломились, хотя у них довольно странное место разлома. И в моем понимании, когда пластик ломается, его можно состыковать. Так что он состыкуется, и там лучше использовать клей. Ладно, не самый интересный видос. А вот к следующему видео у меня очень много вопросов. Чтобы залить цемент в трубочку, здесь используется пипетка пастера. Набрать в нее смесь очень сложно, потому что она густая. Ее сложно в шприц набрать, это нужно делать за несколько раз. Здесь смесь, которая заливается, куда более жидкая, чем должна быть. И даже несмотря на тонкую пипетку, в них все равно пачкается стенка. А на следующем кадре все залито идеально ровно. А чистить до такого состояния ну невозможно. Это чистейше чистое, как новое чистое. Поэтому здесь либо это залито заново, либо дозалито до того момента, чтобы перекрыть вот этот вот брызг на стенке. Судя по цвету цемента, тут заливается смола на сырой цемент, либо это другой цвет, из-за того, что ракурс другой. Такое тоже может быть, у меня такое тоже бывает. УФ смола может к такому приклеиться, и эпоксидка может не застыть в этом месте. Плюс, как мы видим, скорее всего из-за того, что цемент заливали жидким, смола к нему протекла. Или стоит принять во внимание тот факт, что цемент при застывании чуть ужимается, потому что вода-то из него уходит, он сжимается. И поэтому остается полость между самой трубочкой и цементом, и смола стекла в него. Тут оба этих вариантов вполне возможны. А еще смола у них тут не засушена, потому что у человека испачкались в ней руки. Задача этих авторов снять максимально много, максимально быстро. И не думать, что подобные мелочи никто не заметит. Судя по этому кадру, все-таки что-то у них пошло не так, и пришлось склеивать для финального кадра две части. Склеили немножко кривовато. Мне так понравилось играть в этого Шерлока. Мне было интересно попробовать подобное, но трубочки я нашла довольно тонкие, хотя, думаю, мне это не помешает. Смотрите, если заливать из шприца, весь кусочек просто заполнится, либо стенки будут грязными. Заполнить трубочку аккуратно можно вот такими движениями. Видите, смесь внутри с ровным краем. Оставлю их сохнуть. Цемент застыл и осел. Смотрите, оставив немного грязный край. Трубочку, которую я залила полностью, я попробую сначала... Нет, не попробую. Попробую вот с этим кусочком, и, наверное, я слишком рано стала их доставать, ну, либо просто не до конца освоила еще цемент. Ради интереса я попробовала залить уэф-смолу на сырой цемент. И вот, что получилось. Он сжался немного, потому что засыхал, и там появился пробел. Плюс, так ему намного сложнее сохнуть, потому что влаге некуда выходить. С одной стороны пластилином я его заткнула, с другой стороны уэф-смола. Поэтому, чтобы сделать подобное, думаю, нужно залить трубочку вот таким способом и дать ей высохнуть, ну, порядка трех дней. И только после этого заливать их эпоксидной или уэф-смолой. Я поторопилась и стала открывать очень рано. Если бы пробовала еще, не успела бы вовремя выпустить это видео. Для такой большой заливки брать уэф-смолу это куда дороже, чем эпоксидка. Плюс, она же очень криво застывает. Ну, очень криво застывает. Брать биоразлагаемые блестки для смолы в данном случае вообще для смолы нет смысла, потому что они останутся в смоле и будут в смоле на веки веков. Никуда из нее не денутся. Зачем брать тогда биоразлагаемые? Их можно, вероятно, использовать для мыла, если это действительно нормально биоразлагаемый пластик, хотя тоже спорное слово, спорное название для пластика. В общем, обычные блестки можно заливать в смолу спокойно. И хорошо, что в темноте не видно этот результат. Может быть, я покажусь вам очень злорадной в этом видео, но... Ладно. Это, на мой взгляд, идея довольно глупая, потому что, ну, руки на кухне бывают влажные, руки летом могут потеть, и это конфеты, которые можно приклеить на любой обычный клей. Если уж хочется декорировать банки конфетами и смолой, то лучше залить их полностью в форму, а потом этот декор приклеить на крышку. У меня было Мом Демос, я решила посмотреть, размоется ли его краска от смолы. Нет, лишь немного треснула глазурь, но это почти незаметно. И если вам такое нравится, то вот это вот уже и приклейте на баночку с конфетами. По размеру... Кстати, вот эти вот сферы, они есть разных диаметров, и под свои баночки можно подобрать. Сказано было, вроде как, только вырезать, а там скотч с лицевой стороны, подклеили, упоминать это не стали. Скотч, я полагаю, нужно будет снять, и получается, что эта смола будет держаться только по периметру, что, на мой взгляд, ну вообще ненадежно. Куда симпатичнее будет просто резинар там залить чехол для телефона. Когда я пробовала это сделать, у меня смола отошла от чехлов, потому что я взяла неподходящие пластиковые, не силиконовые, пластиковые, тогда брала чехлы, но, как выяснилось, пластик бывает разный, плюс, желательно брать чехлы, очень тверденькие, не гнутся, и пластик нужно будет зашкурить. Буквально на днях у моего подписчика получилась такая вот красота. По-моему, это выглядит куда эффектнее. Что касается ручки из смолы, меня смутило вот что. Сморез ставится на силиконовую форму и заливается прозрачной смолой. И только потом сверху насыпается декор. Но при этом, когда изделие достают из формы, шляпка смореза нам магическим образом не видна. А где? А под еще одним слоем блесточек. Более того, такие формы для кексов матовые. Вот у меня точно такая же. А матовые формы дают матовую поверхность. И здесь бока матовые, тогда как верхнюю поверхность покрыли еще одним глянцевым слоем. Вот тут видно, что он неровный и с кристалликами. Так может, лучше сразу взять глянцевую форму, плюс кулинарную форму, потом уже нельзя будет использовать в приготовлении пищи. Например, можно взять хоть силиконовую мисочку, которая внутри глянцевая и похожа на круглую ручку. Если хочешь чего-то экстравагантного, пожалуйста, любая форма. Вообще, для ручек, обычных, стандартных, в классическом понимании, ручек, идеально подойдут вот такие формы. Круглую вы у меня уже видели, квадратные еще не использовала. Чтобы залить много кристалликов, ну, если вам вдруг интереснее побольше залить, надо насыпать их в смолу до заливки формы. Так они все будут в смоле и не будет лишних пузырей. Выливаю эту массу в форму и на кристаллики устанавливаю саморез. Мне кажется, для ручки он не должен быть слишком длинным, хотя, опять же, все зависит от ручки и можно взять и болт, который потом закрутся гайкой. Перед сушкой я добавила еще немного смолы, чтобы сгладить верхний слой, чтобы было удобно браться. И вот такая ручка у меня получилась. Ее, правда, еще досушить нужно, а то она липковата. То же самое можно сделать и из эпоксидки. Схема действий с кристалликами такая же. А во избежание таких вот пузырей, думаю, стоит сначала капнуть немного смолы в форму, немного, буквально капельку, и только потом уже засыпать кристаллы со смолой. Следующий мастер-класс, если честно, меня удивил. Во-первых, кулек на видео сворачивается как-то странно из треугольника. Мне кажется, с квадрата это сделать проще. Ну, не самая суть. Я просто считаю, что изначально квадрат на глаз вырезать куда проще, чем треугольник, потому что все равно потом из этого будет кулек, и там не важно, насколько ровные у вас линии. Мне интересно вот что. Зачем они наливают уэф-смолу в емкость? Чтобы сделать вид, что это якобы эпоксидка, и они ее смешали в этой емкости. Хорошо, но тогда зачем вы показываете, что вы сушите лампой это? Мне было интересно попробовать подобное, и хорошо, что на кухне есть бумага для выпечки. Важно аккуратно держать кулек, чтобы не сжимать смолу внутри. Я не стала ставить его в баночку, потому что переживала, вдруг там что-то растечется, я же не знаю. Это довольно большое количество уэф-смолы, и она очень нагревается при застывании. Держать в руке кулек становится невозможным. Сушить нужно не только сверху, сушить нужно со всех сторон. И именно поэтому я со всех сторон сначала фиксирую фонариком, а потом уже отравляю на досушку в лампу, чтобы оно там лежало минут 10 и само сушилось. Чтобы уэф-смола не была липкой, ее нужно сушить минимум 5 минут, лучше 10. Вот так это выглядит на самом деле, ничего не вылетает сразу глянцево из кулька. Пирамидка получилась очень даже хорошей, несмотря на то, что бумага вздулась при застывании уэф-смолы. Честно, я была приятно удивлена. Покрываю сверху слоем уэф-смолы и засушиваю его. То же самое мне было интересно попробовать сделать из эпоксидки. Для этого я проделала всю ту же самую работу, но только с засушенной веточкой вереска. Мне было интересно, как смола, которая застывает сутки, повлияет на кулек. Поверхность была менее ровная, но это можно сгладить, либо покрыв вторым слоем смолы, либо шлифовкой и полировкой. Нижние подтеки я в данном случае оставила как элемент дизайна. Получилось очень даже необычно, учитывая, что никакой силиконовой формы для этого не нужно. Интересно еще вот что. Нам в финальном кадре конус с лавандой, который они делали, мне показали. Его заменили чем-то кругом фиолетовым. Они надевают кольца на эти конусы и, наверное, тот, что с лавандой, получился очень узким, если сравнить его вот здесь вот с пальцами. И кольца с него просто свалимся. Думаю, на этом сегодня остановимся. Я для первого раза решила взять один видос и прямо идти подряд, но, если вам, опять же, понравится этот формат, думаю, для следующих разов буду брать какие-то отрывки самые интересные из подобных больших нарезок. Вы можете присылать мне, если увидите что-то сомнительное такое в директ в инстаграме, там тоже полно подобных видео. Вот этот видос на следующий раз я совершенно точно возьму, потому что до этого еще мне прислали его просто бесчисленное количество раз, я даже пробовала его уже проверять и рассказывала об этом в видео, про видео, которые не вышли. В общем, про это я вам обязательно расскажу, потому что да, там есть вопросики у меня к этому. Думаю, буду делать такие видео тематическими, опять же, если вам понравится, и сделаем еще парочку про смолу, а потом пойдем по другим видам творчества. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Большое спасибо моим спонсорам за поддержку. Я вас всех вот так вот люблю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok